МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вас приветствует дежурная бригада в составе Анны Водоватовой и Александра Худякова. По пермским дворам и улицам мы колесим на комфортабельном седане «Фольксваген Джетта», который нам любезно предоставил салон «Фольксваген», что на Парковом 64. О том, как выгуливают своих собак, некоторые жители Голованова, мы узнали от пермячки Софьи Новиковой. Вот так их выгуливают на балконе. Издалека даже непонятно, то ли собака эта, то ли кошка огромная. А у нас кадр сегодняшнего дня. Такое впечатление, будто во дворе 56-го дома по улице Чикалова собираются снимать фильм о войне. По крайней мере, окопы для бойцов уже готовы. Но все мы с вами прекрасно понимаем, что ни о каком кино здесь речи не идет. Просто недавно на детской площадке проводились ремонтные работы, которые закончились три недели назад. С тех пор здесь не было никаких телодвижений. Ни один из коммунальщиков на объекте больше не появлялся. Ну а двор тем временем стал напоминать поле боя. И, судя по всему, в таком состоянии он войдет и в зиму. Сейчас, передвигаясь по этому двору, я чуть было не сломала ногу, угодив одну из заснеженных траншей. Хотя приехали мы сюда после того, как позвонили местные жители и сообщили о том, что во дворе ведутся какие-то работы. Да, часть ям во дворе действительно закопали. Но сама детская площадка, как видите, по-прежнему остается небезопасной. И на моем месте вполне может оказаться какой-нибудь ребенок. Во дворе 31-го дома по улице Клары Цеткин теперь тоже есть ловушка. Обвалившийся колодец на автопарковке. Провал образовался несколько дней назад. Но ни ограждений, ни сигнальных лент, предупреждающих об опасности, здесь так и не появилось. А ведь всего в нескольких метрах от него пешеходная зона и детская площадка. Еще один знакомый нам адрес – Клары Цеткин, 25. Когда мы приезжали сюда в прошлый раз, местные жители с опаской заходили в подъезд. Ведь кирпичное перекрытие над входом в буквальном смысле ходуном ходило. Теперь оно в полном порядке. Отремонтировано, заштукатурено. Более того, для пущей надежности укреплено металлической конструкцией. Так что теперь за местных жителей мы спокойны. Ну вот и все на сегодня. Не забывайте участвовать в нашем конкурсе на лучшую новость недели. Передавайте свои сообщения в информационно-справочную службу дежурной по городу по телефону 2-630-300. Мы же на этом прощаемся. Дорог вам ровных, тротуаров чистых, Ну а настроение всегда только отличного. Удачи и до скорой встречи.